Алан Вейк, Старкрафт 2, Лост Планет 2, Дрэгон Эйдж, Вархаммер 40 тысяч, Принц Персии, а также Что делать, если в твоем городе нет ни одной девушки? И кто заткнул за пояс Лары Крофф Индиану Джонса? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите Привет! Недавно в интернет просочились слухи, что главный эксклюзив этого года для консоли Xbox 360 Ужастик Алан Вейк появится на персоналках уже этим летом Подробности в сюжете Один английский интернет-магазин уже вовсю распространяет предзаказы на компьютерную версию экшена Алан Вейк Неделю назад появившегося на Xbox 360 На сайте магазина даже указана дата выхода, 25 июня Что это? Ошибка английских продавцов или неожиданная утечка информации пока не ясно Но все мы знаем, что работы над компьютерной версией велись несколько лет А потом разработчики компании Remedy заявили о том, что не собираются выпускать свой хит для PC И тут очередная соль на рану компьютерщиков А вот как прокомментировал ситуацию российский издатель игры Алан Вейк является эксклюзивным проектом для Xbox 360 И в ближайшее время мы не планируем выход игры на персональный компьютер Будем надеяться, что компьютерный Алан все-таки появится Ну а сами разработчики приступили к созданию продолжения Алана Вейка И даже написали сценарий для второй части Теперь, как говорится, дело за малым Ну а мы переходим к блоку вышедших игр, который сегодня открывает дополнение для игры Dragon Age Origins 18 мая на Xbox 360, PlayStation 3 и PC вышло очередное дополнение для ролевой игры Dragon Age Начало Называется оно Dexpawn Chronicles И речь в нем пойдет на тему, что было бы, если бы докобыть Конкретнее, если бы один из главных героев оригинальной игры умер в самом начале Соответственно, баланс смещается в сторону зла, за представителей которого вам и предстоит играть И тут стоит вспомнить знаменитый лозунг Хорошо быть плохим Во-первых, делайте что хотите и где хотите Никто слова дурного не скажет А если скажет, то вы заставите его этим словом подавиться Во-вторых, в вашем распоряжении будет целая армия плохишей Среди которых самые настоящие огры Ну или ольги В общем, если вам надоело всех спасать То это дополнение совершенно точно для вас Плохих, очень плохих денег Авторы Quake и Вольфенштайна вовсю нахваливают свои будущие проекты Гонку экшен, Rage и Doom 4 Это будет очень круто, говорят они Но когда речь заходит о дате выхода Эти хитрые парни лишь стыдливо отмалчиваются А вот авторы Принца Персии никогда не скрывали Что их новая игра выйдет одновременно с фильмом И что действительно здорово они не обманули 21 мая на консолях появился экшен Принц оф Перша The Fagotten Sand И вновь персидский принц попал в виду И на сей раз он сражается с песчаной армией Вызванной непонятно откуда и непонятно как Его родным братом Малик Малик, впрочем, никакими талантами не обладает Поэтому разбираться с напастью попросил более проворного родственника Ведь Принц в The Fagotten Sand и бегает, и прыгает, и по стенам скачет, и мечом машет И даже управляет природными явлениями Вызывает гром, молнии, торнадо и внезапный замок Прямо какой-то маг-метеоролог Ну и как обычно, компьютерная версия игры появится чуть позже Но мы уже привыкли к такому отношению И можем в ожидании восточных приключений сгонить пока в киношку Посмотреть фильм про похождения этого неунывающего царя А вот дворянин Этсо, хоть и не царских кровей, но тоже не унывает Не успели компьютерщики пройти Assassin's Creed 2 Как компания Ubisoft объявила, что продолжение приключений появится уже в этом году И вот вам сюрприз Там будет мультиплеер Это, как вы поняли, мы уже перешли к блоку невышедших игр Который открывает компьютерная игра про разборки бандитов и копов APB 27 июня для персональных компьютеров выйдет сетевой шутер All Points Bulletin Или просто APB Это своеобразная версия GTA, где за каждого жителя города сам порой играет живой человек То есть, если вы кого-то столкнули плечом во время выполнения миссии Есть большой шанс, что этот парень обидится, запомнит вас и пустит вам пули в лоб при первом удобном случае Кстати, задание игра будет выдавать сама Так что заранее ты не знаешь, куда тебя пошлют Грабить банк или наоборот, преследовать пакетителей Ведь вначале можно выбрать, чью сторону принимать Наглых пандюганов или отвязных копов Особой разницы между ними, честно говоря, нет И те, и другие гоняют на тачках, стреляют и беспределят по-страшному В общем, жить в этом городе страшновато А вот часок по хулигане с приятелями сам о том Кстати говоря, APB выйдет сначала исключительно на компьютере И лишь в конце года ее портируют на консоли А вот следующая игра появится лишь на приставке Xbox 360 Это боевик про полицейского С нетрадиционными методами ведения расследования Crackdown 2 6 июля для Xbox 360 выйдет вторая часть неплохого боевика Crackdown Ваш родной город заражен И вы единственный, кто может его вылечить Зомби, мутанты, террористы, бандиты и хулиганы Как устранить эту заразу? Проще простого расстрелять, взорвать, раздавить машины А потом настучать по голове чем-нибудь тяжелым Например, тем же автомобилем А можно и делать это на пару с приятелем Или даже с целой толпой Негодяев хватит на всех А вот что может омрачить вашу работу Так это полное отсутствие в игре женщин Зато перед отправкой на тот свет Очередные сотни противников Можно с чувством пропеть Обязать женщин, жители за нас А потом уже стрелять, понимаете? Баст поймет У компьютерщиков есть отличный повод радоваться Ведь недавно было объявлено, что главный PC-эксклюзив Стратегия StarCraft 2 выйдет 27 июля Всего два месяца Парни, каких-то два жалких месяца Это же ерунда Например, создатели фильма по игре Uncharted Уже два года не могут приступить к съемкам Но, похоже, сейчас дело пошло Производство фильма по приключенческой игре Uncharted Сдвинулось с мертвой точки Стало известно, что историю покождения Нейтана Дрейка На большие экраны будет переносить Сценарист фильма про Бэтмена Черного рыцаря А на главную роль прочат чуть ли не росоматку Актеров Нью Джекмана Напомним, что обе части Uncharted Разошлись по миру тиражом более 6 миллионов копий Легко искатель сокровищ Нейтан Дрейк Легко заткнул за поезд красотку Лару Кроф И не стареющую Индиану Джонсон И следующим шагом для него будет появление на большом экране Сейчас Sony как раз подыскивает режиссера для картины Мы надеемся, что съемки начнутся в этом году Возможно, вместе с анонсом третьей части Покаждение неугомонного авантюриста А теперь немного странностей Надоели компьютерные леталки-стрелялки? Хочется чего-нибудь новенького? Без проблем! Специально для тех, кто хочет необычных ощущений Были придуманы летные чудо-очки для расширения реальности То есть пилот обычного реактивного самолета Их надевает, взлетает и видит в небе специальные виртуальные тоннели По которым он должен пролететь За его полетом с помощью таких же очков И специальных мониторов Наблюдают судьи и зрители Согласитесь? Это очень смахивает на компьютерную игру в реальности Для полноты ощущений не хватает только Дорисовать всевозможных вражеских самолетиков Дать пилоту в руки джойстик А самолету добавить виртуальное вооружение И тогда летчик может с уверенностью говорить Пиу-пиу! Стреляя по компьютерным врагам Хотя, вряд ли они его услышат Это ж боты тупые Далее в виртуалити Когда наступит глобальное потепление И как спасти рядового Райана от гигантских роботов С вами снова в виртуалити В этой части программы Мы покупаем 3 килограмма шаурмы на Киевском вокзале И едем в гости к игровым разработчикам После поедания этого деликатеса Они зеленеют лицом Впадают в бред И рассказывают нам все о своих хитах Ну, на самом деле Им достаточно пары укусов Чтобы мы их потом откачивали Итак, сегодня мы отправляемся в Японию Где на таинственных островах Притаились огромные Человекоподобные роботы Гигантские монстры Способные проглотить целый взвод солдат Вместе с боевым вертолетом Суровый холодный климат В котором тепло ценится больше человеческой жизни Огромные роботы Пилоты которых соревнуются между собой в искусстве управления И много-много стрельбы и взрывов Вот какой-то необычный игровой коктейль Готовит геймерам боевик Lost Planet 2 Но сначала отправимся в Осаку Третий по величине город Японии Здесь проживает более 2,5 миллионов жителей А сам город расположен на холмах Собственно, от этого он и получил название В переводе с японского Осака означает Большой Холл Этот город по праву считается родиной аниме Ведь именно здесь родился и работал японский художник Осаму Тецука Основоположник этого вида мультипликаций Он создал немало произведений в этом стиле В том числе и сериал про знаменитого Робота-мальчика Астробоя В общем, жители Осаки, как и все японцы, очень любят роботов Возможно, именно поэтому здесь и находится офис компании Capcom Которая вот уже во второй раз решила порадовать нас историей Про отважных исследователей далекой планеты Нам очень хотелось сделать игру не просто про роботов А чтобы там были интересные сюзеты и необычные герои В местном действии мы сделали очень-очень-очень холодную планету Иден 3 Так, в 2007-м появился боевик Lost Planet История о Вэйне Колдене Снежном пирате, который мстит за гибель отца и попутно открывает тайны загадочного заснеженного мира Кстати, образ Вэйна был скопирован со знаменитого корейского актера Бён Хон Ли Который известен у нас главным образом по роли плохого белого ниндзя из броска кобра В Lost Planet мы создали отличных героев ярких, запоминающихся Особенно отпадным получился главный злодей Но все за я знаю, что именно от Вэйна без ума много японских девус и геймерс Да и во всем мире его тоже любят Возможно, именно поэтому игра разошлась тиражом более трех миллионов копий А издательство Capcom даже договорилось об экранизации своего детища Со знаменитым Дэвидом Хейнтером, сценаристом фильма «Хранители» и человеком, озвучившим Солида Снейка в игры сериале «Metal Gear Solid» Мне очень нравится атмосфера Lost Planet, этот суровый замерзший мир и его обитатели, огромные монстры Акрида Людям, постоянно нуждающимся в тепле, нелегко противостоять таким тварям Но у них есть роботы, я обожаю роботов, именно поэтому я взялся за этот фильм Кенопы обещали к 2011 году А чтобы до этого времени геймеры не подзабыли о суровом мире Идан-3 Capcom выпустила многопользовательское дополнение Colonies Edition В котором игроки сражаются не только с Акридами, но и друг с другом Мы подумали, что Lost Planet не хватает именно мультиплеера Ведь когда игра пройдена, именно сразения с другими людьми удерживают за ней геймеров В Японии, кстати, не очень любят традиционные ситевые сражения один на один или командой на команду Насам геймерам больше нравится режим совместного прохождения, когда несколько игроков сообща разделывается столпой врагов Возможно поэтому, когда разработчики приступили к созданию Lost Planet 2, их главной целью стал кооперативный режим В Lost Planet 2 это коллективная игра Нет, вы, конечно, можете играть в одиночку, тогда вам помогут компьютерные напарники Но задумывалось в Lost Planet 2 как игра с друзьями, либо по сети, либо на разделенном на два экране Да, действительно, игрок теперь не одиноко путешествует по миру Идан-3 А передвигается в составе небольшой группы, каждый солдат которой ваш товарищ Порой происходящее на экране напоминает какой-нибудь шутер вроде Call of Duty Только вместо немцев на вас нападают здоровенные акриды А если повезет, то вы вместо танка или джипа заберетесь внутрь обвешанного оружием робота И покажете всем, где раки зимой На самом деле, такого холодного климата, как в первой части, не будет Ведь, если вы помните, в конце оригинальной Lost Planet Вейн запустил процесс изменения климата на Идан-3 Так что готовьтесь к экскурсии в дзунгли на надувных лодках Да, там в начале мы сделали сцену высадки десанта снежных пиратов Она получилась крутой Кто смотрел спасти рядового Райана, обязательно оценен А после высадки вы встретитесь с новыми врагами, которых мы придумали Это будет сюрприз, тропические пираты Но высадка снежных пиратов — это всего лишь одна из шести игровых кампаний Которые приготовили для нас разработчики Соответственно, и главных героев в Lost Planet будет несколько У каждого свое задание, и в какой-то момент их пути пересекутся Пройдя все шесть эпизодов, вы узнаете все перипетии запутанного сюжета В создании игрового мира мы решили не огранить себя в фантазии Например, вы встретите громадных водоплавающих акридов Завалить которых гораздо сложнее, чем взорвать авианосец Еще мы приготовили несколько сюрпризов с заядлым геймером Поместили в Lost Planet 2 персонажей из других игр Маркуса Феникса из Герца Фор, кое-кого из серии Resident Evil В ходе даже герои из зомби-боевика Dead Rising В общем, вам понравится В итоге мы получили продвинутый мультиплеерный режим Верных напарников, сильных и мощных противников, боевых роботов, кучу всякого оружия Необычный игровой мир и батальные сцены в духе голливудских блокбастеров Это ли не рецепт геймерского счастья? Для Xbox 360 и PlayStation 3 игра уже вышла Так что консольщики могут отправляться в загадочный мир Eden 3 прямо сейчас А вот обладателям компьютеров нужно будет немножко подождать Их версия появится позже Но поверьте, оно того стоит Завалить огромного монстра, сидя внутри сверкающего стали боевого робота Это, согласитесь, дорогого стоит Главное, чтобы эта зверюга вас не сожрала Хотя и тогда у вас будет шанс ударить ее в самое сердце Ну или что там у этих тварей внутри Теперь понятно, почему герои Lost Planet 2 носят противогазы Без них внутрь к таким огромным монстрам лучше не соваться А в следующий раз мы отправимся в Швецию Чтобы принять участие в самом популярном на Земле виде спорта Далее в виртуалити Что делать, когда вокруг одни алькатрасы И как научиться жить с пулей в голове Это в виртуалити, мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров Они получили от нас три игры, в которые можно порубиться на вашем любимом компе А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей Но для начала знакомьтесь Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист Играет с 1988 года Любимая игра StarCraft В играх больше всего ценят баги и фраги Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lenta.ru Играет с 1996 года Любимая игра Unreal В играх больше всего ценят смерть и разрушение Михаил Фишер, телеведущий Фанат игр Играет с 1995 года Любимая игра Diablo 2 В играх больше всего ценят прокачку и луп Итак, первыми в руки наших геймеров угодило приключение Black Mirror 2 Обложка предлагает захватывающую, душераздирающую, мрачную историю С невероятным сплетением жанров триллера, ужасов и детектива Слово геймеров Произведенный в Германии квест Черное зеркало 2 Он как-то феноменально ничем не примечательный В данном случае они пытались показать какой-то откровенный экшен Видимо, посмотрев первые ролики с Heavy Rain Решили, что у них будет не хуже, а возможно даже лучше Молодая женщина кажется в печали Большая часть истории крутится вокруг некоего замка В замке есть некое зеркало В замке происходят мистические события Людей, похожих на пластмассовых манекенов Кто-то убивает и расчленяет Квест Black Mirror 2 поражает прежде всего безумной упоротостью озвучки Такое ощущение, что квест озвучивали так Леонти Порфирович, вот вам бумажечка, вы же такой хороший человек, зачитайте нам И Леонти Порфирович зачитал Теперь за работу! Полки запылились, водосток протекает А еще тебе надо выгулить мамину собаку Угловатые ублюдки, которые на своих кривеньких, косеньких ножках перемещаются Затупляют друг в друга В окружающие предметы Это грустно, черт возьми Заведовать эту игру можно всем тем Кто фанатеет от квестов От того, что делают немецкие разработчики А также от Леонти Порфировича Который офигительно зачитал текст для этой игры Извините Поклонникам жанра от всей души Black Mirror 2 Можно даже на оригинальном немецком языке Black Mirror 2 игра не настолько уж ужасная Ее можно, в принципе, посоветовать любому Кто любит квесты, но еще не видел Heavy Rain Второй игрой, попавшей под раздачу, стала стрелялка Алькатрас В ней, как уверяет обложка, воссоздана виртуальная копия острова Алькатраса То есть точная физика окружающей среды А сама игра сделана по мотивам фильма «Скала» Что на это скажут геймеры? Алькатрас — это очередной шедевр польского игростроения В жанре шутер от первого лица Главный герой игры Алькатрас Как никто другой похож на монстров из Doom 3 Злобные террористы из числа бывших военных Захватили остров Алькатрас И угрожают с него подстреливать ракетками по мирным городам Удивительно напоминает фильм «Скала» Убога в этой игре практически все Начиная от графики, которая застряла на уровне 6-7 летней давности И заканчивая, собственно, игровым процессом Который иначе как назвать не получается Только в игре Алькатрас люди поняли, как надо правильно взрывать бочки К черту реализм! Бочка должна долго гореть спрайтовым пламенем, да? Эту игру без зазрения совести можно посоветовать продавцам поддельных болванок Которые работают рядом с метро «Автозаводская» И угробили не один пишущий привод в этой стране Естественно, сейчас между Россией и Польшей налаживаются наконец-то отношения Я считаю, что все люди, которые абсолютно патриотично выступают за дружбу между нашими странами Должны играть в игру Алькатрас денно и ночно Посоветовать эту игру я могу всем фанатам игры «Миротворец» Ребята, таких игр одна на миллион Ну и напоследок мы выбрали стратегию с ролевыми элементами Warhammer 40 000 Dawn of War 2 Chaos Rising Ее краточная обложка, кроме длинного названия Предлагает поиграть за бравых кровавых воронов против космодесанта Хаоса Что по этому поводу скажут наши геймеры? Игра Warhammer 40 000 Dawn of War 2 Chaos Rising Примечательна прежде всего тем, что ты хрен выговоришь ее название Это не просто куча бессмысленных слов Это название аддона ко второй части самой, наверное, замечательной тактики настоящего времени Вообще же Warhammer почуял скорое появление сильнейшего конкурента И понял, что до выхода StarCraft 2 им надо быстрее-быстрее-быстрее-быстрее выходить Потому что потом уже ничего, конечно, не светит Всем поклонникам серии Warhammer, даже если не играли в последние Всем любителям стратегии, тактики, RPG В принципе, всем, вот правда, к кому я хорошо отношусь и к кому я могу потенциально хорошо относиться Но пока не знаю Я советую поиграть в эту игру и более того, еще и сам в нее поиграю Посоветовать игру Warhammer 40 000, что-то там, что-то там Можно всем фанатам стратегических игр Хотя, впрочем, они уже, скорее всего, в нее давно играют Тем, кто только относительно недавно начал знакомиться с миром компьютерных игр Либо фанатеют от проектов типа Евлампия, Романова и Адский Стропон Сатаны Вот, я советую, как бы, от этой игры держаться подальше Вам точно не понравится Мне кажется, что эта игра придется по вкусу любому, кого не взяли в космодесантники из-за плоскостопия Играть в это или нет, решайте сами А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться еще с тремя играми Также мы отправимся в Швецию, где тоже любят русский футбол Украинский коллапс, теперь с расчлененкой Беспредел на дороге, хулиганим за рулем Космическая стратегия, экстаз для миллионов корейцев И очередная стрелялка с плохими русскими Это только начало Стэнбай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok